А вот убивают уже наши с вами соотечественники. Видите? Уже топ-чаи у меня сейчас застрянет в горле. То, что я буду говорить. Один раз поговорили, теперь более подробно. Почему? Я вам говорил, тема обрезки будет проходить, потому что это настоящий геноцид. Вот. Значит, берет дама. По фамилии. Лучше бы ее не видно было, но жаль ее видно тут. Вот. Жаль, жаль, жаль. Берет дама. Пока вот эти три рисунка, потом еще будут. Тут я согласен. Молодой саженец. Ну, для начала, конечно, а штамп изувечили. Изувечили, потом я покажу вам, докажу. Они его изувечили. Они сделали, обычно делаются метровый штамп, нанося раны, уничтожая лучшие ветки. Ладно. Плюсом является только вот этот левый снимок. Почему? Частично обрезывая эти ветки, центральный проводник, мы принижаем высоту будущего дерева. Оно все равно будет расти вверх. Вот так вот. Все равно. Но мы все-таки относительно принижаем. А примерно 10 дней назад по Башкирии пронесся дикий ураган. И, конечно же, показали раздавленную машину, показали раздавленную женщину. Ну, как образно говорю. То есть искалеченную. Ну, деревья падают, да. А в садах в это время падали, пусть немногочисленные, это ж вам не это, не Украина с 50-х годов, которую я видел, где все утопало в деревьях. Это недороски, недомерки с хрупкой древесиной, изувеченной, высоким штамбом. Наверняка в этот день, то, что я видел, это было жутко смотреть на эту Башкирию в этот день. Это несколько районов снесло все подряд. Конечно, там все, что можно было изувечить, особенно высокоросло деревьев на высоких штамбах. Ну, это можно принять. Что делает дама потом? Она собрала 904, а я недавно смотрел, там уже за миллион. Я просто не могу уже так распыляться, чтобы все это вам показывать. Поверьте, сейчас вот здесь, при атаке наберете обрезка плодовых деревьев для начинающих, попадете на ее вот этот самый и посмотрите. И вы увидите, что там уже за миллион. Смотрим. Она это ничего не выдумывала. Она цветовод. Она в судоводстве, я смело говорю, пусть оскорбительна для нее. Потому что не надо было учить людей убивать деревья. Раз ты сама их не выращивала. Вот. Смотрите. А поотрезала. Сделала еще гуще. Согласны? Вот это третье. Это тот, кто делал эти рисунки. А он выстроен прям в Ютубе. Только наберите обрезку и нацелитесь на него. Вот на этот самый фото, или как ее назвать. Вот на это вот третье дерево. Она просто взяла для того, чтобы научить нас, как убивать деревья. Здесь еще терпимо. Обратите внимание. Опять отрезала не целиком. Вот только тут маленько. Вот. И сделала тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, порядка пятнадцати этих самых отрезов. Дерево еще молодое. Загущая крону. Вы согласны, что загущая? Вот. Вот это мы к нему вернемся. И они, вот, они не видят ни черта. Вот. То, что должны бы видеть. Они же как бы ученые. Смотрим сюда. Сейчас потом постепенно мы идем. Вот. Чтобы не пропустить вот эту тему. Смотрите. Вот это. Ну, постепенно, постепенно. Сейчас увидите. Там она еще не закончила учить убивать деревья. Дальше страшнее, как в сказке. Вот это я сделал фотографию на днях у себя в саду. Так. Ну, здесь уже плодики. Все. Обратите внимание. Вверху мощное, это самое. Все целое. И, наверное, ну, ведра три абрикосов даст. Это сын манчжурского абрикоса. Но даже он, казалось бы, наиболее морозостойкий, покрыт в нижней части сухими, абсолютно мертвыми ветками. Причины две. Мы же учимся. Первое. Пришла пора, когда не пропускает верхняя крона, верхняя часть кроны. Солнечные лучи, нижняя часть начинает ветки отсыхать. Помните дану из Львовской области? Помните ее роскошный этот персик с сотнями килограмм плодов, который еще собиралось отрезать, иначе, говорят, дерево погибнет, если ветки не отрежут. Вот теперь можно отрезать. То есть оно плодоносило. Вот тут были. Здесь было несколько урожая. В общей сложности, наверное, ветер 30-40 точно уже было на нем. Вот. На этом дереве. Но я их не трогал. Вот в этом году впервые, а опять было две подряд 40-40 зимы, ветки. Это вторая причина. Есть еще третья. Ну, сразу скажу, третья причина здесь из-за сарая пониженная освещенность. Там все прекрасно, дерево живое. Вот. Вторая причина 40-40. Было бы 30, наверное, эти ветки были бы еще живы. Но дерево абсолютно здоровое. И я отрежу эти ветки. Я сделал спироснимок. Но оставлю пенечки. Вот как пальцы на руки растопырки. Вот такие пенечки будут торчать везде, где сухие ветки. И дерево, выйдя на волю, на солнце, будет плодоносить еще долго-долго. Теперь смотрим сюда. Вот это вот дебилизм. Я вам показывал уже, наверное, в трех этих самых вебинарах или в двух. Вот этот дебилизм заключается в том, что ветки еще живы. Они их уничтожили штук 40. Посмотрите, немаленького роста девушка, да? Вот. То есть я когда стою, вот тут моя голова где-то. Вот досюда, а я еще раз говорю, ветер 30, я с нее снял до того. Тут такое урожай, у меня есть еще видеофильмы. А те, кто, ну как меня могу обмануть, когда в этот же сарай точно сюда вот торчит эти самые, вот они эти, как их. Тут сучок виден. Тут еще что-то, как бы это. Вот. Тут щель видна. Вот. Вот сучок. Кто скажет, да, действительно, а это же дерево годом, двумя-тремя, раньше здесь все усеяно. Столько абрикосов, что пройти невозможно, не раздавим. Все это, это, с каким хреном вот это вот все, видите? Вот берут. А потом, ну а как? Это же журнал, ему надо деньги зарабатывать. Ведь если ничего не делать, тогда и журнала не будет. Значит, надо придумать агротехнику, например, отрезать 40 веток. Вот. И садить, наверное, смерть. Вот. Ладно, а это мы посмотрели. Сейчас самое интересное впереди. Здесь посмотрели. Вот это для чего я показываю. Когда вот она продолжала загущать, 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 загущать. Это же загущение, вы со мной согласны или нет? Ну-ка, смотрите в глаза. Кто скажет, что это не загущение, а осветление? А? Я взял вот этот пример. Он у меня перед глазами стоит. Отрезали. Оставили. Естественно, тут ни одной почки не было. Они все неполноценные, не все из неполноценных веток. Ну и судьба такая. Проходит три года. Больше сейчас веток мертвых. Почему? Потому что эти ветки вторичные. А первичные ветки, что сделала вот эта дама? Она ничего не сделала. Она этого и делать не умеет. Она просто взяла готовую. Вот она. Загущать, загущать, загущать. Судьба загущенных. Смотрите сюда. Это только один из сотен, вы знаете. Просто люблюсь преподнести свеженькое что-то. Ну, еще раз. Запомнили? Внимание. Четвертый, пятый деревца. Она берет теперь и выставляет. Опять смотрите. Вероника Поливкина. 904-162. Согласны, что это тот же самый? Еще я взял не с другого. Фотографию. Не с другого. А с ее же. Этого самого. Теперь она берет, загустив дерево до предела. Ну, не она. Она, я говорю еще раз, секатор, наверное, в руки не брала. Потому что после вот этого пятого дерева, пятого рисунка, уже смерть наступает. Смотрите. И давай отрезать целиком перед этим. Ясно, что спустя год. Представляете, какое здесь будет загущение? Представляете, какое будет загущение через год? И теперь она начинает бороться с загущением. Я не могу простить миллион людей обманутых. Вот. Видите? Теперь здесь порядка сорока. Там есть сколько, значит, там, 15? Надо было отрезать веток. Теперь их, теперь их, ну, примерно сорок. Посчитайте сами, кому не лень. Вниз идут. Обязательно надо уничтожить. Сколько он показывал, как у меня целое дерево вниз. Причем, смотрите. Большой урожай наклоняться и назад уже не вырожать. Такое урожай пригибает так, что форма шара, или как ее назвать-то, остается навсегда. А потом должен прийти человек такой, как поливки. Вы что с ума сошли? И давай резать. Ну, вот здесь. Вниз. Резать. Вниз. 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 Вверх. Тебе-то зачем вот это, вот это, вот это, вот это, вот это? Зачем тебе их отрезать-то? Ну, понятно, всередку растут, это как эти, как эти самые феи, на самом деле. Какие они хрен-феи? Которые, цитировали, я еще покажу вам, скороговоркой. Вызубри, сами ни черта не умеют вырастить. Вот, все, что растет вниз, все, что растет внутрь и прочее. И вот она, наученная такими, вот, вот. Цветовод взяла, показала, как изувечить дерево. Так, причем она совершенно не загущенная. Поверьте мне. И, наконец, она нам показывает вот этот рисунок. Это ужас, это все рамки. Она все, что можно было, убрала. Зачем? Росло дерево, плодоносил. Нахрена тебе это надо было? Ведь теперь здесь, если здесь 40 ран страшных, необратимых. 40 ран. Так эмоции из меня лезут. Не могу иначе. Вот это я уже сделал в своем саду. Ну, дня три назад, что-то, специально для вас. Ой, господа ученые, от вас это пошло. Тут уже речь идет не о осветлении кроны, чтобы там потом еще будут такие ужасные... Друзья, ребята, я не могу все ваши письма здесь процитировать. Видите, сколько я времени трачу на Билиберду, чтобы хоть сколько-то вред снизить, да? Вот на эту Билиберду. Вот, вынужден. Вот, я не смогу все... А там же ваши письма. Да, я... Вспоминайте, дойду я до ваших письмонет. Вспоминайте, друг, как это... Я все сделал так, чтобы воропей пролетал. Вот. А другие... Варенок надо, чтобы пролетал. О, варенок пролетит. Ну, прикинули. Ужас. Ну, это осветление. А теперь сам штамп. Я, естественно, штамп не делал. На черт там не нужен штамп. Вот торчит ветка. Вот торчит ветка. Запоминайте. Только без хохота в академическом зале. От вас ученое пошло. К сожалению. Я понимаю, все, навсегда. Уже говоря, ученые, а ведь... Это... Из вас сотни, тысячи об этом печатали, что надо штамп чистить от веток. Тысячи. Невообразимое количество. Сколько уже созданы этих фильмов, сколько созданы книг. Ну, ладно, не все, половина. Ну, хорошо, 10%. Но это все равно тысячи. Запоминайте. Вот эта ветка с этими листиками кормит крону. Вот, что-то сказать, опосредованно, но корни, вот я специально выбрал, там, где даже корочки торчат, она начинает вылазить из земли. Спасая корневую шейку, дерево себя приподнимает с помощью того, что увеличится в размерах корни. Смотрите, да? Вот эта ветка кормит корни, еще раз говорю, корни, корни состоят из клеток. Может, вы не знали, или там каким-то чудом попали в эти. Вот. Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Пошли в ученые. Корни состоят из клеток. Каждую клетку нужно кормить. Про фотосинтез вам рассказать, да? Про сахара, крахмалы, про это самое. Ой, бить. Сейчас открутите компьютеры. Не могу я дальше вам лекцию читать. Вы все забыли. Эти листики кормят корни, которые состоят из клеток. Их нельзя отрезать. Плюс к тому же, когда вы все-таки отрежете дерево, они сразу погибли. У него будет просто короче век. У него будет здесь страшная рана. Я потом однажды, друзья, что сделаю? Вот, смотрите, архив. Вот. И из-за вас, кстати, вы виноваты. Я вынужден постоянно пополнять эту коллекцию. Вот. Один из вебинаров будет выглядеть вот так. Сейчас покажу. Дойду до низу. Сколько здесь, вот посмотрите, сколько мы будем с вами проходить. Вот сейчас где-нибудь нажму. Один раз только. Даже комментировать не буду. Что мы будем с вами проходить? Вот. Потому что это все надо знать и уметь. и понимать, что творится на этом свете. Как можно убивать деревья? Что вы творите? Вот. Ой, жалко. Не могу сейчас вам все показать, да? Это надо несколько вебинаров, кстати. Ладно. Выключил. Теперь. Возвращаясь обратно. Вот это вот. И я потом... У него уже как сотни таких этих. Когда появляется рана, затем появляется... Вот здесь вот. Да я буквально... Ой, уже выключил. Ладно. Я буквально хотел показать, как мой сосед... Да какой? Все четыре соседа уничтожили сады. Я с телевидением ходил по их садам, с разрешения хозяев. Не все. Одним все-таки калитку потом забил. Хотя польза какая огромная, когда он калечил, а я все это выносил на свет Божий. Вот тут вот получается рана, не заживающая никогда. Вот тут, вот тут. Еще раз говорю. Эти ветки созданы для того, чтобы кормить корни. Крону другие ветки кормят. Там. Я сегодня хотел быть вам... Вот это в моем саду сделано. Смотрите. Тоже в моем саду. Вот это я отрезал годом раньше. Я и калечу деревья, потому что мне кушать хочется. Результат. Ладно бы мне одному. Большую семью кормлю. Вот. Одну отрезал. Вторую. Третью. Вот. Потом. Вот еще и там отрезано. Ну, в общем, видите. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять веток. Вот сколько заработал. Смотрите сюда. Пришла весна. Начинается лето. Вот здесь вот. Теперь уже, если дальше вы увидите потом. Здесь отпилено мной уже. Вот из этих раз, два, три, четыре, пятой раны все вот эта ветка мертва. Я у себя таких обнаружил. Несколько десятков. Ненавижу сам себя. Я ненавижу то, что я вынужден деревья убивать. Только кого ненавидеть. Я уже как змея скоро всех кусать начну. Вот. Теперь смотрите. Перед этим вспоминайте. Мы с вами ходили. Я еще был с пельмяницей Юлей. Мы с вами подходили к этому дереву. Отрезали эти ветки. Видите? Вот. Опять же на черенки. Ну, вспоминайте. Последний снег. Юля. Вот. Есть такой фильм. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Ну, девять где-то. Снова отрезал. Придет следующее, если будет зима такая же. Вот здесь придется отрезать. И так пока дерево мое не исчезнет. Вот. Вот это страшная правда жизни. Страшная. Вот это вот, когда, если ты живешь где-то там в Сочи, пожалуйста, напиши, что моя технология рассчитана на Сочи. Вот это надо. Как не перейти на спокойный тон, глядя на вот эту, на эту подлость. Вот они. Сейчас с этим оскалом. Вы представляете? Взять и на высоты головы и выше отрезать все ветки. Не только вот эти. Вот все, вот все. Вот. А потом кто кого учил. Ну, наверное, не вот эта молодежь. Не вот эта молодежь. Наверное, они их научили. Почему? Потому что это первый канал их. Это телеканал Бобер. Их смотрит вся страна. Вот. Вот эта подлость, предательство невносимое. Я же им туда послал. Я вам потом покажу материалы свои. Ни хрена не надо. Прошло еще несколько передач дебильных. Увидел вот таких. Опять послал. Опять не надо. Тогда я теперь с вашей помощью борюсь. Свежие совершенно съемки этого года, видимо. Потому что в прошлом году и не было. В этом году уже два раза показали. Одна калечит. Все это до уровня. Вот до сюда. Обратите внимание. Ни одной веточки. Все изувечено. Когда дерево было моложе, оно все было в ветках. Все, все, все изувечено, изувечено, изувечено. А вторая, обратите внимание, что дерево больно. Оно все, вы это видели в весь фильм. Оно все мхом до верхушек покрыто. Это крайная степень болезни. Вторая лечит. Потом поменяется местами. Тут уже нечего. Ой, я не могу. Это невыносимо. Вот это вот. Вот я не могу понять. Имея я право, вот эта фотография моя. Вот это моя. Вот это моя. Скажите мне. Вот это мое. Имею я право вот так вот говорить, что они не феи вовсе. Они убивать, учат убивать деревья. Прям натурально убивать. Не просто там. Деревья погибают, может, не за один год, за несколько лет. Мученической смертью. Все, к чему они прикасаются, все покрыто мхом. Я пробовал найти их сады. Где они вырастили хоть одну яблонь? Где они берут? У них сады здесь брали. Дебильные откуда-то. Вот. Это деревья где-то нашли. И давай их. Они больные насквозь. Это дерево. Оно такого цвета. Оно зеленое. Оно зеленое. От мха. Это крайняя степень предсмертная. И она на нем режет эти ветки, отрезает. И еще и тут же приговаривает это. Да, сегодня я испортил передачу. Я что придумал? Нервы не выдерживает. Я придумал и написал. Внимание. Мировая сенсация для журналистов телеканалов. Это глядя на них. Года в раньше глядя. Примечание. Науке не надо. Вы последний шанс. Здравствуйте, господин главный редактор. Дальше я такой знаменитый. Я такой. Ну, то есть, металлургизм. Как садовод я скандально знаменитый. А еще обладатель лучшего в Сибири. Садо с артами. Дальше, чтобы они открыли, увидели эту фантастику. Вот. Дальше, значит, на Московской конференции меня вежливо попросили с трибуны. Я потребовал вести цензуру на практикуемое многими снегибельное повод. То, что я здесь. В детстве народ заткнуть никто не может. Единственное, если вы компьютеры подключали. Это то же самое, что, да, заткнули мне рот. Не дав мне еще рассказать, изобретив подвесить фотографии. Ну, и дальше, значит, это. Жалую, что дальше Красноярска, Кемерово телеканалы не едут. Вот. Что Московский телеканал Культура серенький фильм снял про меня. Вот. Который совсем сенсацией не выглядел. Вот. А, кстати, вот эта дама. Ох, надо было. Вот эта дама, которая вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Я ведь, знаете, почему на нее накинулся? Вот это вот. Из-за те три. Потому что у нее ролик начинается словами, что надо обязательно осенью сделать обрезку. Осенью. Не весной, когда хоть худо-бедно что-то может взять и восстановиться. Ну, до конца нет никогда. Ну, хоть на 5, на 10, где-то на 30 процентов хоть зарастет. Но осенью, перед зимой. Ну, ты возьми, Вероника, открой все окна, двери. Знаете, как Тараканова это? Ну, то Тараканова, я понимаю. Вероника, якобы, в старину накопятся эти нечисти. Возьмут печку, не это, не это самое. Не разожгут. Окна, двери откроют все и уходят соседям ночевать. Утром приходят все тараканы мерзлые. А здесь-то кого вы это? Вымораживайте-то. Деревья, которые люди получают, мои семена, спать не мог. Это, дождаться, переживают за каждый всходик это. А потом вот миллион человек возьмет и уничтожит все это. Пошли дальше. Как бы еще спокойно тон перевести? Может кто-нибудь вернется к компьютеру. Вот, пожалуйста. Я 300 этих телеканалов, их полно в России, телестудии или как там. Начиная от районных центров и окончая Москвой. Неделю сидел, каждый день там по 20, по 30, по 40. Вот. Фильмы все по 30 с лишним. Нате, пользуйтесь. И вот это, чтобы вы знали, что я не просто это, не, 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 это самое. Не, не простой человек, а все-таки уважаемый, скажем так. Вот. Как меня назвали тут недавно, я был свидетелем на этом. В суде мне сказали его. Меня назвали именитый горожанин в Сарногорске, да. Да вот этот именитый горожанин выслал везде и всюду. Даже пришли схвастаться, что я там автор и орден наносит. Тишина! Спасибо не сказали. Или нам не надо. 300 телеканалов. Вот. Вы мне скажите, как эта дама миллионную это? Вот сейчас этот посмотрит, сразу человек 150, допустим, и в течение года еще до 500, до 700 человек увидит. Как она миллионная это? Кто откроет мне этот секрет? Я уже с самыми крутыми разговаривал, которые называют себя крутыми этими, компьютерскими. Ну, советы дают там, найти ключевое слово. Вон и сколько ключевых слов. А просмотры от 1000 до 2 большинство. Также Бородский также жалуется. А те, которые убивают миллион, вот тут хоть помогите, друзья. Ладно, пойдем дальше. Вот интересно, на моем видео можно будет вам открыть это все? Открываться будет, нет? Антон Валерьевич, напишите где-нибудь, что если можно, что вот потом человек возьмет, второй раз откроет, включит эту ссылку. А в ней мои ссылки, вот они. Тут они открываются, вот у меня. А у тех, кто получит от вас ссылку, откроется или нет? Ладно. Ну вот, идем дальше. Смотрите. Вот эта моя ранетка, она была вот в такой степени выкопана и предназначена к уничтожению. Она задичала до крайней степени, потеряла интерес. Почему? Потому что задичала так, что она стала несъедобной за 30 лет. И семена в ней стали какие-то неживые. Я перестал ее, уже несколько лет, как я сегодня брал семена. Если вы получали от меня семена одичавшей ранетки, то с молодых крепких деревьев, там размер плодов, ну, может, как голубиное яйцо, да. И годятся они, прежде всего, конечно, они для того, чтобы... Нет, с них может вырасти яблоко нормальное. Соседи-то опыляли. А, допустим, скорее всего, это прекрасный подвой. А вот это для чего мне? Последний момент, когда я позвал своего друга, лесоруба, как я вас с ним познаком, знаете почему? Сколько он мне рассказал про эту дебильную практику? Ну, ладно, я только один пример. Значит, только один пример. Они выпиливают на многих гектарах кедрач. Внимание, я про садоводство. Они выпиливают кедрач. А пихта, первый же ураганный ветер, вся легла. Дальше я не буду продолжать. Это заслуживает отдельного разговора. Его вот эти наблюдения, или как свидетельство преступления, это им цены нет. Вот это... Не просто, не только муравьевым уксусом поливаем. Мы изводим деревья, а потом тонем в этих самых. Потому что то, что вода испаряет влагу, и получается облака, это все знают. А то, что деревья испаряют влагу, еще больше. И регулируют эти самые водные потоки. И насыщенность облаков. Об этом почему-то никто не знает. Ну, ладно, здесь одно конкретное дерево. Уже когда он из удобства начал отпиливать ветки, я сказал, стоп! Мне нужна фотография. Во-первых, я хочу вот этой страшнейшей обрезкой посмотреть, вернуться ли к качеству. Это называется обрезка на омоложение. Вот, я как вспомню, это молодое дерево. Вы многие видели, я показывал фотографии. Вот, розового цвета плоды, вкуснючие, яблоки не надо. Ну, она же не привита была. Чего вы хотите? Сибирь, к тому же, жесткий климат. И вот, значит, это первая причина. Вот она цветет, посмотрим. Вернуться к качеству или нет. Второе. И главное. Вот, одна из этих феев, вот та, которая, Платонова. Я вылечен уже, я молчал, думал, заткнуться, и все. И ладно, не буду позорить. Взяла. В одном, вон на сайте есть этот фильм. Его видели тысячи, наверное, десятки, может, уже и сотни, как у этой Вероники, миллион просмотров. Вот, подошла к дереву, ну, помоложе этого, но взрослому. И откопала точно та же корня. Это учебный снимок, ему цены нет. У меня таких ключевых несколько сотен, которые даже объяснять не надо. И когда она выкопала и сказала, представьте себе, ну, я примерно, ну, без вранья. Это, значит, в середину августа, так, и вы на три месяца оставляете, выкопала, вот так вот. Примерно, все, вот, копия. Это Сергей копал, но он не знал, для чего мне пригодится. Он копал, чтобы избавиться от этого дерева. И посадить другое место нет, в стране нет места, а он вынужден это. Вот, видите, вот это уже, будучи, знаешь, что будет уничтожено, вот это вот я подсадил. Вот, видите, там бутылка стоит. Вот, это я подсадил. Вот, потому что здесь тоже было выпиливано еще одно дерево, вот тут, вот, вот оно, видите. Вот, причем деревья раритетные, им цены нет. А выпиливаем, потому что иначе с голоду помрет. Много, нет, не так, это грубо, никто не помрет, но, это, жить станет легче, жить станет веселее, как говорил Сталин. Итак, в середине августа вы должны, это она учила всю страну, выкопать, выкопать вот так, оголить верхние корни и оставить на три месяца. Представляете? Цель, корни должны после этого стать более морозостойкими. Она назвала это закалкой. Изувечила почву, оголила корни и назвала это закалкой. Я начал считать, три месяца, это середина, так, первое, получается, середина августа, это первый месяц, середина сентября, второй месяц, середина ноября, а, три, так, сейчас. Там получалось это, сейчас я сбил со счета, по ее словам, получается, к первому ноябрю она должна закончить закалку. А первого ноября в Сибири и во многих регионах в север России выпал снег. А когда выпадет снег, закапывать это будет поздно. Вот. И вот это, представим себе, что у вас 20 деревьев, взрослых, вы сделали 20 таких ям. Вам заняться больше не хватит. Вы и так должны были перед этим метровую кубовую яму выкопать. И вот я пытался понять, я железно, зачем это? Ну, понятно, что никакой закалки речи нет. Она уничтожила дерн. Дерн – это защита от мороза, правильно? Вот. Она перестроила всю физиологию дерева. Сейчас на эти три месяца дерево лихорадочно, она начинает болеть. Лихорадочно перестраивать всю физиологию, потому что корни стали кроной. А это две большие разницы. Ему нужно подготовиться к зиме, спасаться, спасаться ему нужно. От Платонова и от его дебильных советов. Я пытался понять, зачем это было сделано на самом-то деле. В ее больной голове родилось, допустим. Допустим. Я уже называю ее больной, потому что, может быть, где-то услышат. Может, я не говорю, ну, хоть уберут-то эти ролики дебильные, вредные, опасные, смертельные с этого. Чтобы люди на сайты не смотрели. Тем более, повторяют и повторяют. Для чего? Нет, не так. Где, в каком будуна кто-то это придумал, что она же не садовод? Она же лепит горбатого, есть такое выражение. Почему? Потому что иначе-то никак. Ей же нужно заполнить эфир. А тут, пожалуйста, несколько минут копала, долго рассуждала, рассказывала. Закалила. Это миллионы деревьев, вот так выкапывать будем. Кто ее научил? Я хочу знать первоисточник. Мне иногда бывают такие поразительные мысли. Я когда догадался, у меня от стыда, я это называю. Я фильмы показывал, фотографии сейчас не к месту, а то никогда не закончил. У меня рядом с красивейшей грушей, лесная, ой, нет, нарядная Эфимова с красными, ярко-красными плодами, вот, буквально смыкались кронами, соседский этот, здоровенная груша, такая же здоровенная, под названием Лукашевка. Я смотрю, последние годы Лукашевка начала краснеть плоды. Я это назвал небрачной половой связью, даже не так, беспорядочной половой связью. И сказал, что Лукашевка, зеленая, слегка желтая груша, покраснели от стыда. И сказал, что я специально, я чуть ли не первооткрыватель, что можно менять, не просто менять сорта, но как бы характеристики, можно менять геномы, вот, не виды, нет, не сорта, ну, в какой-то степени влияет на генетику. С помощью опыления без зачатия, или неполного зачатия, знаете как, зачатия, все, обменялись гормонами, обменялись этим самыми полыми клетками, а потом, она же получилась, допустим, плодик недееспособный, скажем так. Ну, неполноценно. И упал. И все. А тут еще и не упал, покраснели груши. Лукашевка, бери, начинай выращивать новый сорт, если это возможно. Но ведь это же антинаука. Вот. Гония не признается наукой. Слово чуть ли не бранное, чуть ли не, ну, равноценно слову блядство, скажем так. Извините, сейчас уже можно такие слова произносить, это самое. Это то же самое, как слово блядство, то есть наука его не признает. Ну, и не надо, или сквозь зубы признает, или говорит, вот отдельные случаи, лошадь с зеброй, там, уводят в сторону. А здесь-то видите, что получается. Вот. И вдруг мне говорят, понимаете, Константинович, приходит материал, вы не первый, вот до вас догадался. Отлично, я второй. Но это хороший случай, пример. Там случаи, которые касаются мировоззрения, касаются философии, касаются какой-то загадочности, таинственности таких случаев, когда мы разгадываем. Почему это самое, от среда покраснела груша, или еще от чего-то. Вот. Или от блядства, я уж так. Но здесь-то, кто тебя научил, кто вот этому вот, кто научил калечить деревья, почву, крону, корни, кто? Где ваши эти самые сливы, что вы на все время все примеры на больных, несчастных яблонях, и так искалеченных, и сейчас добрались до них.